Мы с вами на Крещатике, дорогие друзья. Сегодня 1 мая и вот такую открыли фан-зону. Прямо напротив мэрии. По выходным летом Крещатик пешеходный от Майдана Независимости, вот там мы его только что видели, до, 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 я не знаю, поворота на, а вот я поспешил с тем, что открыли фан-зону Евровидения. Вот она только еще готовится, там еще какие-то подготовительные работы. Ну, это вот деревенька будет на Крещатике Евровидения. Очень прикольно, кстати. Тут фанаты смогут посмотреть, наверное, все. В Киеве цветут каштаны, друзья. Прямо на Крещатике. Очень красиво. Каштаны, это просто красотень необыкновенная. Но когда-то здесь все было в деревьях. И вон там еще вдалеке, вы видите, красивые дома. Там еще большие каштаны остались. Такие цветочки. Уже вечер просто. Но много. Такие лавочки. Можно посидеть. Кстати, очень удобно. Сбили несколько досок и получается место для сидения. И скамейки не нужны. Отдыхают. Тут на Крещатике танцоры танцуют. Очень классно. Итми Крю команда. Вот фан-зона. Макдональдс. Это Крещатик. Там тоже кто-то танцует. Но я уже туда не пошел. Крещатик. Станция метро. Один из выходов. Другой выходит на институтскую. Слушайте, товарищи, а деревенька большая, фан-зона. Вот какая-то машина с аппаратурой. Это, наверное, будет ловить, принимать или передавать. Непонятно что. Сигнал. А вот, вот самое интересное. Вон там вдалеке большая, прибольшая сцена. Это реально фан-зона. Такой шалашик. На мед, вернее, господи. Я не могу сказать. Вот, очень красивый мэрия. Очень красивая. Здесь всегда все прекрасно. Творчество неизвестных художников на фоне мэрии. Диты Свиту Замыр. Ну, Сизамыр. Вот это, наверное, какая-то аппаратура, подсветка стоит для этого здания. Здание, конечно, красивенное. Я обожаю, когда вот такие вот нижние этажи, оформленные вот так. Вот. Но это все полицейские, далеке, новые. Почти как в Нью-Йорке. Чувствуешь себя как в Нью-Йорке. Если бы еще было столько денег, сколько у американцев в кармане, то вообще бы шикарность был. И очень красивые дома. А вот это вот отреставрированный ЦУМ. Там тоже очень красиво. Не знаю, можно ли там снимать. Слушайте, везде эти вышки, передатчики. Наверное, будем принимать что-то. И вот огромнейший экран, вы видите. Именно это и есть фан-зона. Будет тут транслироваться на этом именно экране. И обрабачение, которое будет проходить на левой бережке. О, красиво, как видно экран. Евровидение. И вон экран. Это, наверное, тут одни экраны будут. Я сейчас с той стороны зайду. Смотрите. А ЦУМ, кстати, это памятник архитектуры. Поэтому он охраняется законом. Поэтому его не перестроили, а просто отреставрировали, улучшили. Ну, оставляли только один на стол. Ну, и вернули весь внешний вид. Очень клевый, конечно, ЦУМ. Внутри очень красиво. И везде это символика, видите. Хоть бы не выхватили телефон, а то сейчас доснимаюсь. Вот наши модницы и модники. Это наши витрины такие. Ну, наши, так сказать. Надо же себя снять хоть как-то. Вон там, видите, вдалеке фонтаны. Так и не сподобились, как бы, отреставрировать ту часть. Вы просто завесили. Такие люди модные у нас. Мама родная. Этот выход закрыли, как вы видите. Если кто-то будет в Киеве, выход возле ЦУМа закрыт. Вот этот ЦУМ. Обещал показать. Сталинский ампир. Ну, красиво, конечно. И все-таки экран будет с той стороны. А с этой непонятно что, не будет, наверное, ничего. Кулисы какие-то неясные. А вон там... Ну, вот и все, друзья. И дальше уже проезжая зона. Тут пешеходный переход сделали надземный. Может быть, его, кстати, этот переход откроют. Может, его сделали для реставрации только. Кто его знает. Очень мне нравятся эти здания. Знаете, просто прогуляться, это так классно. Тут самые на Крещатике клевые магазины. Очень красивые. Там дальше вон огромный торговый центр Арена Сити. А вон там продается красивая, хорошая выпечка. Вот вы видите, большая такая стоит. Ну, сейчас приблизю. Вот стоит огромная очередь. Это стоят все за киевской перепечкой. Это то же самое, как в Америке, не знаю, хот-дог. Сосиска в тесте, но она такая крутая. И ее все стоят, покупают. Всегда огромная, при огромной очереди. Она продается, кажется, только здесь. Вот, друзья, вы увидели практически фан-зону. Такую красивую, прекрасивую. Ну, она еще не готова, я так понимаю. Там еще должны, наверное, сидеть куча людей. И ЦУМ. Ну, ЦУМ классное здание, конечно. Не такое, как все, знаете, в стекле в металле. Но там внутри очень красиво. Такое, как космос просто. Очень красивое. И пространства так много. Хотя, вроде бы, и не очень много самого места. Но именно много пространства. Тебе кажется, что там очень красиво и много всего. Дальше идем по Крещатику. Впереди ничего больше такого нового. Какого-то что-то, чего-то нет. Вот, это вот магазинчики, которых здесь очень много. И на этот коллажц. Короче, все здесь самое-самое интересное. Вот вы увидели Крещатик. Не увидели меня, кстати. Но, я думаю, по волосу вы поймете, кто это вам провел экскурсию. Хорошего вам вечера, друзья. А вон Бессарабский рынок, если кто-то приедет вдруг на Евровидение, захочет погулять, и никогда не был в Киеве, то знайте, куда идти. Куда идти на Крещатик фан-зону, если вы вдруг не попадете в этот самый центр выставочной, где будет проходить Евровидение. Всего вам хорошего, друзья. А вон дальше вдалеке виднеется самое мое любимое место за вот этой башней. Эта башня тоже часть Арена Сити. Арена Сити занимает такой целый квартал. Я, наверное, когда-то сниму отдельно видео про Арена Сити. Там самые дорогие клубы ночные, там самые дорогие магазины, там Шанель, Дольче Габбана и все такое. Ну, очень клево там. Красиво, конечно. Кому это интересно, а некоторым вообще не интересно. Скажут, что он мелет в своем видео, зачем это нужно людям? Живым, здоровым, живущим на 3200. Ну, вот. А здесь Бессарабский рынок. А, и вот к чему я. И вон за ними такой небоскреб из стекла и металла. И вера вообще вылетела. Я просто очень много занимался сегодня. Вот очень красивое здание. Немножко похоже. Вон там эти, какие-то скульптуры красивые. Здесь очень красивые на Крещатике и дальше очень красивые скульптуры на домах. И дома вообще сами красивые. Так вот, это, там, Гулливер. Очень красивое здание. Тоже несколько этажей. Торговый центр в Гулливере. Есть где поразвлекаться. Там кинотеатр. Там еще что-то. Но там очень, как-то тоже, торговые площади, магазины различные, бренды. И тоже очень-очень красиво. И всегда там как-то хорошо. Вот. Там вот идет уже бульвар Шевченко с памятником сверженным. Уже его нет. Владимир Ильичев. Все. Всего вам хорошего, дорогие друзья. Я все-таки еще немножко продолжу видео. Вот это Бессарабский рынок. Здесь тоже разные кафешки. Ну, внутри обычный Савдяковский рынок. Я когда зашел, думаю, мы родное в центре Киева. Огромное здание, которое внутри вообще никак практически не используется. Стоят, что эти с салом и с макаронами совсем. Ну вот. А вот это вот Арена Сити. Это здание большое. Оно занимает квартал, как я уже сказал. И там внутри такое пространство. Вот. Пинчук Арт Центр здесь. Прорекламировал Пинчук Арт Центр. Кошмар. Ну, красивое здание такое. Вот оно такое, круглое здание. Красивое. Поворот, поворот. И перед нами открывается Нью-Йорк. Вот мое самое любимое здание. Я к нему сейчас подойду. Сниму его вообще сблизи. Там сзади еще есть одно здание. Парус называется. Вот на нем Спорт Лайф светится. А вот те самые магазины, которые я вам говорил. Это с другой стороны. Этой самой Арена Сити. Мандарин Плаза. Ну и все тут такое. Лёси Льпо. Ну, красиво здесь. Я не могу. Очень. Вот эти ваши Дольче и Габбаны. Кому нужно. И Шанель. Может, кто-то приедет. Тут только на Евровидение. А все просто. Смотрите. Дольче и Габбаны. Какие-то коробочки с непонятными этими изображениями. Это мода. И Шанель. Вот. И надо перейти через переход. Потому что... Кстати, вот это Бессарабский рынок. Он подземный. Бессарабский квартал. Торговый центр. Подземный. Это Метроград. Он огромный просто. Вот какая красота. Чем вам не Нью-Йорк? Говорят, вот это здание. Парус. Которое. Спорт Лайф. Вверху. Говорят, что оно немножко наклонено на 5 градусов. Ну, не знаю даже. На 5 чего-то там. И вот еще Арена Сити. Ну, красиво, конечно. Оно еще закругляется туда. Мы перешли через Бессарабский, как я уже сказал вам, квартал. Подземный, огромный под землей торговый центр. Он такой. Для людей попроще, чем те, кто любит Шанель. Вот такой Хаммер проехал. И на нем очень богатая молодежь. Очень смешно. Тети. Туристов, кстати, много. Я вам хочу сказать, я замечаю, что туристы есть. То ли они приехали все на Евровидение, чей не конкурс, как бы. То ли, непонятно почему. Вот это вот идет бульвар впереди. Очень красивый. Между вот этим зданием Парус и между Гулливером, который мы уже подходим. Он очень красивый. Он такой, знаете, в таком стабильном варианте. Я не люблю новые районы Киева. Еще одна скрытая реклама в моем видео. Вот он, Гулливер. Я не люблю, говорил, что не люблю новые районы, которые построены в Киеве на левом берегу. Они вроде бы красивые, но такое ощущение, что не обжитые. Там дом недостроенный, там. А вот этот бульвар вообще на правом берегу красиво все. Стабильно уже тротуарчики, там, дороги. Все обозначено. Вот он, какой огромный Гулливер. Я даже не знаю, сколько здесь этажей. И весь он в темное время по всему зданию идут красивые рекламы. Короче, как чуть ли не Таймс-сквер тут. И здесь очень-очень всегда много народу. Это дворец спорта. Тут пересечение много чего. Самый центр. Не упустил себе телефон. Один раз я уже его упустил перед университетом Шевченко. Он мне упал прямо на дорогу. Выпал, короче, машины едут. Вот он, этот Гулливер. Ну, чем бы мне Нью-Йорк, зачем платить больше? И везде вот эта символика нашего этого Евро-Бачина. Сейчас я даже чуть-чуть сниму там. У меня уже памяти не хватает, но... Тут тоже внутри много-много магазинов. И достаточно неплохо и красивенько. Часто очень слышу речь иностранную. А вот такой этот Гулливер классный. Мне вот эта вот штука, я не знаю, как она называется, так нравится. Вот это все торговый центр. А дальше все офисное здание. Но я спускаюсь сейчас в нижний этаж. Вот сюда. Догадались, наверное, сами куда. А потом выйду, сниму еще его с другой стороны. В сельпо зайду. Вот это вот снять клубнику. Изобилие. Красные бананы. И просто яблочки. Очень люблю я чеки из сельпо. Посмотрите, какое у меня сегодня предбачение. Вам потребны великие змины. Клевое предбачение. Вот он дворец спорта. Тут недавно был хоккей. Все это флаги были разных стран. Вон там вот прямо синагога. Уже ничего не видно. А вот Боливер с другой стороны. Киев, Витая, Евробачиня. Сейчас отойду подальше и увижу лучше. Вот это площадь. Дворец спорта. Сзади вы видите прямо по курсу кусочек олимпийского. Это дворец спорта. За Украину молятся. Вот эти штуки. И вот этот Боливер. Оскар, это кинотеатр. Отсюда так не видно, но он огромный. Просто тут подъем идет небольшой. Продолжение следует...